МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Как всегда, обсудим и рассмотрим события рязанской жизни, которые вызвали повышенный интерес горожан. Главные темы сегодня связаны с отставками, судами и кровью. Правда, слава богу, донорской. Итак, смотрите сегодня. Все в суд. Прошло заседание по резонансному душегубству. А вскоре начнется судебная работа по делу высокопоставленного рязанского начальства от ГИБДД. Отдайте немного юной крови. В Рязанской области проходит всероссийская акция «День донорского совершеннолетия». За кровь опять стали платить, выяснили наши авторы. Что говорит Одесса в программе опрос по ситуации в Украине, сделанной для нашей телекомпании на улицах легендарного города Каштанов. А теперь обо всем подробнее. Несколько громких отставок высокопоставленных силовиков вызвали резонанс в обществе. В соответствии с указом президента, должности покинули, например, глава управления ГИБДД по Москве и начальник следственного управления столичного главка. Что уж там с ними такого случилось, мало кто сообщает. Однако в прессу просочились сведения о неприглядных фактах, выявленных после ведомственных проверок. Что касается нас, то президентским указом, подписанным в начале недели, отправлен в отставку генерал-майор Олег Никифоров, теперь уже экс-начальник Рязанского регионального управления МЧС. Как известно, Никифоров до сей поры находился в сверхдлительном отпуске, который взял аж в январе прошлого года. Стоит напомнить, что в середине этого февраля в Рязани вынесли приговор трем достаточно высокопоставленным сотрудникам регионального управления МЧС, замешанным в коррупционном скандале. Статьи у начальников традиционные – взятка, мошенничество, присвоение средств. При таких подчиненных руководителю остается одно – писать рапорт, подавать челобитную, да и собираться на заслуженную пенсию. О том, что в отношении самого Никифорова было возбуждено дело, также писали, однако старой ворошить не хочется. Тут прошлый министр обороны сотоварищей на всю Россию прославился в кавычках, и то как-то обошелся без черной скамьи подсудимых. А у нас репортеров Олег Михайлович Никифоров, честно говоря, оставил вполне благоприятное себе впечатление. И еще о героях вчерашних дней в их сегодняшней судьбе. В том же 132-м указе президента идет речь о еще одном, хорошо известном в недавнем прошлом всем рязанцам человеке. Заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России назначен Олег Адольфович Коршунов. При губернаторе Шпаки он был заместителем председателя правительства области возглавлял Управление экономического развития. В те годы Олег Адольфович любил общаться с прессой и гонять на мотоцикле, как уж сейчас неизвестно. Ну и завершая тему о судьбах рязанского начальства, сообщим, что дело экс-начальника регионального ГИБДД Александра Алфосова и некоторых других руководителей ведомства после продолжительного, но интенсивного следствия наконец-то направлено в суд. Уголовное дело, напомню, было возбуждено 3 апреля 2012 года, когда после получения взятки в размере 459 тысяч рублей через подчиненного сотрудника в своем служебном кабинете сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления регионального ФСБ был задержан Александр Алфосов. Следствием установлено, что руководство областного управления ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых красивых номеров, а также водительских удостоверений за денежные вознаграждения. Деньги обвиняемые получали от сотрудников управления ГИБДД за общее покровительство и попустительство по службе. Взятки также получались с предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности, выделение служебных автомобилей сопровождения при перевезке организациями крупногабаритных грузов. Всего же обвиняемым вменяется получение взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей. К другим темам. Как известно, парламент Крыма принял декларацию о независимости автономной республики и города Севастополя. Как сообщает пресс-центр Верховного Совета Республики, за утверждение декларации проголосовали 78 депутатов парламента. Об этом и о возможном продолжении развития событий в Крыму мы поговорим сегодня, сразу после программы «Время говорить» в студии проекта «Подробности». В гости ждем известного рязанского политолога Александра Семенова. Также сегодня мы получили видеоматериалы от своих нештатных авторов из Одессы, где тоже народ озабочен положением дел в стране. Вот некоторые фрагменты уличного опроса в городе Каштанов. «Скажите, а у вас были случаи, когда в связи с тем, что вы разговариваете по-русски, были проблемы?» «Нет, не было у меня никаких проблем. У нас в Одессе вообще 124 национальности, но в Украине живут 250. Значит, что получается, если в Западной Украине живут мадяры, румыны, там есть язычные, в Венгрии, и русские там живут, и поляки там рядом, это что, все должны только разговаривать на украинском языке». «Причина, на ваш взгляд, в чем состоит тех событий, которые развернулись в Киеве?» «Ну, причина – это то, что, понимаете, некоторые наши руководители, не говоря вслух, но в общем-то…» «Да, без фамилии, да». «Да, без фамилии. Они повели себя не очень по отношению к нашему украинскому народу, к всему украинскому народу. То на Западе, то на Востоке, то на Пустынке, то в Украине. Нельзя грабить народ». «Я вот только что приехал, да, и как бы всю политическую обстановку, я не знаю. Просто ДЭЗа идет со всех сторон, понимаешь, а что на самом деле происходит непонятно. У меня не было в Киеве, да, и я как бы, у меня как раз всякая разная информация, да, я смотрел и украинские информации в сайте, и, соответственно, Запады, и везде каждый преподносит по-разному». «Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот те события, которые в последние три месяца в Киеве происходят?» «Очень…» «Просто кому-то это выгодно, манипулирование людьми». «Выгодно что?» «Выгодно, чтобы люди, чтобы было междоусобное паре». «А на ваш взгляд, вот то, что люди вышли на улицу, это было как-то оправдано или этого не надо было сделать?» «Сначала было оправдано, а потом уже пришлось как просто понятель». К другим событиям. Сегодня в Рязанском областном суде прошло заседание по резонансному делу о двойном убийстве. 3 января прошлого года в Ухоловском районе произошла трагедия. Компания мужчин, видимо, отмечая новогодние праздники, допилась, как говорится, до плохого. По злому стечению обстоятельств между приятелями произошла ссора. Один из задыхающих схватился за то, что попалась под руку и начал избивать хозяина дома и его взрослого сына. Остальные собутыльники, почуяв неладное, быстро ретировались. Закончив избивать своих друзей, мужчина обложил их одеждой, поджег ее и скрылся с места преступления. Позже выяснилось, что в огне, лежа плечом к плечу, погибли отец и сын. Сегодня убийца был вынесен приговор. Его признали виновным и по совокупности преступлений назначили наказание в виде 18 лет лет. Лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В нашей области взял начало региональный этап всероссийской добровольной акции «День донорского совершеннолетия». Уже из названия явствует, что на пункты сдачи крови будет рекрутирована молодежь. Что целину поднимать, что кровь массово сдавать везде и во все времена в авангарде была именно молодежь, ну и военной. Немного настораживает официальное уведомление, что акции проводятся с целью привлечения внимания молодежи к теме безвозмездного донорства. Однако, как выяснил сегодня Глеб Галушкин, кровь принимают и донорство оценивают, что называется, по-честному. На этой неделе специалисты из областной станции переливания крови зовут всех совершеннолетних присоединиться ко всероссийской акции «День донорского совершеннолетия». На протяжении недели для удобства студентов во всех рязанских вузах оборудуют донорские пункты. Почему проводится такая акция? Потому что все-таки донорские кадры должны быть молодые и должно быть постоянное пополнение. А поэтому мы опираемся на молодежь. У нас во всех институтах работают волонтерские бригады. Благодаря этому мероприятию, как надеются медики, тысячи российских студентов смогут впервые стать донорами, а значит потенциально спасителями жизни больных. Например, студентка Рязанского государственного университета Эльвира впервые пришла на донорский пункт. Да, я пришла первый раз, я очень волнуюсь, честно. Думаю, что все будет очень хорошо, потому что люди очень доброжелательные, я верю в то, что я помогаю людям, поэтому я в приподнятом настроении. Думаю, я начинаю свой донорский путь. Помимо студентов, на донорский пункт сегодня пришли и простые горожане, которые не впервые сдают кровь. Просто хочется помогать людям. Я знаю, что многим требуется кровь, и я уже давно этим занимаюсь, уже вошло в привычку, можно сказать. Мне это нравится. Решил помочь, сделать свою небольшую вкладку, как говорится, для здоровья окружающих людей. Напомним, в прошлом году с донорством крови случился малоприятный и столь же малопонятный казус. В некоторых регионах России донорам перестали платить деньги. Когда журналисты и, конечно, сами доноры бросились выяснять, что же случилось, то наткнулись на пафосные заявления чиновников от медицины, что, дескать, сдача крови – дело добровольное, зависит от веления сердца и зова души, ну и так далее. Впрочем, спустя буквально несколько месяцев платное донорство чиновники Минздрава вернули, хотя не исключено, что кто-то на этой ошибочке сильно поднажился. Сейчас каждый донор крови, по словам специалистов областной станции переливания крови, сдает физиологическую дозу 450 мл. За это он получает два отгула на работе или учебе. Также сейчас человек, добровольно отдавший кровь медицине, получает либо денежную компенсацию в размере 361 рубль, либо талон на питание в столовую на такую же сумму. Сегодня стало известно, что в Центре антистихии МЧС России дали тревожный прогноз по возможности возникновения лесных пожаров. Проще говоря, снега в почве мало, все при такой почти летней погоде высохнет, начнутся шашлыки, а с ними придут и пожары. Все погоримы. Ну, как правило, не все так страшно, как спасатели описывают, но 2010-й и его огонь-дым мы не забыли и долго не забудем. Сегодня Оксана Тебенихина выясняла у синоптиков, ждать ли нам большого огня или, может быть, как-нибудь все обойдется. Отсутствие снега и каких-либо других осадков уже с конца февраля теперь может аукнуться, причем в ближайшее время. Матушка природа не напоила землю достаточным количеством жидкости. Плюсовая температура днем и легкий морозец ночью высушивает почву еще сильнее. Если в ближайшее время на нас не прольются достаточно сильные ливневые дожди, то в скором времени мы рискуем задохнуться в дыму лесных пожаров. Что я хочу сказать, что по нашим прогнозам в ближайшее время осадки ожидаются. Мы даже, возможно, завтра днем. Ранняя весна, несомненно, хорошо. Вот только бы не хотелось, чтобы последствия столь странного каприза природы коснулись нас в худшем своем проявлении. Потому профилактические меры безопасности в части лесных пожаров пора принимать в ближайшее время. Сегодня в Рязанском госуниверситете открылась выставка под названием «Молодежь и творчество в ритме 21 века». Обо всем остальном расскажет Ирина Ковалева. Студенческая жизнь – это не только учеба, длинные сессии и строгие преподаватели, но и множество веселых моментов, которые так и тянет запечатлеть для истории. Свои фотоработы, сделанные за годы учебы, студент Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина оформили выставку. На ней многочисленные мероприятия, театральные премьеры, танцевальные конкурсы. В общем, все многообразие творческой жизни современного студента показано через искусство фотографии. Развитие искусства вообще сейчас очень популярно среди молодежи. И как раз хочется добиться этого через фотографию, что тоже достаточно сейчас широко развито. Много ребят стремятся фотографировать, это их очень интересует. И я думаю, что именно тема, то, что это творчество и показать его через искусство, фотографию – это как раз отличный мостик, как раз совместить желание студентов приобщить себя к такому виду искусства, как фотографии. Организаторы приурочили выставку «Году культуры». Они надеются, что познакомившись с этими работами, первокурсники, так же, как и их предшественники, займут активную творческую позицию и покажут, что студенты 21 века способны на многое. Спортивная редакция телекомпании «Город» сообщает, в Рязанском ледовом дворце стартовал зональный этап всероссийских соревнований по хоккею на призы клуба «Золотая шайба». С подробностями Наталья Новикова. Участие в Рязанском турнире в этом году принимают команды средневозрастной группы из трех федеральных округов – Центрального, Южного и Северокавказского. В наш город приехали хоккеисты из Московской, Брянской, Калужской, Ростовской областей, Северной Осетии и Краснодарского края. Успех ребятам пожелала заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Елена Сорокина. Команды также приветствовали директора ледового дворца Владислав Фролов и главный судья турнира Сергей Козырев. По окончании торжественного мероприятия хоккеисты приступили непосредственно к соревнованиям. «Какие ожидания от этого турнира?» «Победа, первое место». «Ну, хотим занять первое место». «Сражаться готовы?» «Да». «Мне нравится играть с мальчиками». «А не обижают?» «Нет». «Сколько лет занимаешься уже?» «Четвертый год». «Какие надежды на этот чемпионат?» «Ну, конечно, хочется занять первое место». Юные рязанские хоккеисты стартовый матч проводили следовые дружины из Брянской области и одержали более чем убедительную победу со счетом 14-0. «Ну, наверное, больше других сейчас мотивированы именно спортсмены-зимники. Ну, как же. В Сочи одна победоносная Олимпиада прошла. Теперь наши паралимпийцы всех буквально рвут, конечно, в хорошем спортивном значении слова. Так что занимаемся спортом, учимся побеждать и побеждаем. Причем тут уже речь не только о спорте. Хорошего вечера. До встречи.